Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Итак, последние новости, которые у нас здесь. Сегодня 1 марта, сегодня воскресенье. Я еще не получила ни одного письма из трех школ, точнее одного садика и двух школ. Официального письма еще не поступило, но вышел декрет, он опубликован. Этот декрет говорит о том, что мы остаемся до 7 марта, то есть 8 марта начинаются снова занятия в школах, в университетах, в любых образовательных учреждениях. И это, конечно же, новость, которую никто не ожидал, потому что во вторник, а точнее в субботу и вообще на всей неделе проводились организованные, как это говорится у нас в России, чистки, помывки, помывки помещений. Это было не что иное, как самая обычная, хорошая, добросовестная влажная уборка. Так, влажная уборка была произведена, но тем не менее, уже в субботу появились новости о том, что, возможно, в воскресенье выйдет декрет, который отменит все публичные, запланированные либо не запланированные акции, отменит также занятия в университетах, а также в школах. И очень много ограничений будет наложено, которые будут проистекать логически из подобных ограничений. Рекомендовано закрыть все магазины, все точки общепита, но, опять же, рекомендовано. Будет это применено, либо нет, мы увидим на следующей неделе. Я говорила, что, в общем-то, подобный декрет выходил накануне, и все рынки были запрещены, либо рекомендованы к ней проведению. Но, тем не менее, в нашем регионе, мы находимся в регионе Венетта, я думаю, что весь мир узнал, где находится Венетта и где находится Ломбардия. Мы находимся в регионе Венетта, и, тем не менее, все три рынка, которые должны были состояться, они состоялись. Рынок был также и в Паду. Единственное, что он был, повторюсь, много раз объясняла, почему не в таком, не в полном, скажем так, составе, просто потому что мы находимся в феврале. Примерно с середины марта рынки всегда начинали работать в полную меру, все места были заполнены продавцами. В то время как с начала февраля до примерно середины марта 30% незаполненности рыночных мест, торговых мест, это для нас норма. Мы сидим с детьми дома, мы никуда не ездим. Ездили мы бы, либо не ездили, я не знаю, потому что до этого у нас была неплохая погода, достаточно тепло, но очень-очень ветрено. И в ветреные такие дни у нас всегда было рекомендовано оставаться дома, потому что ветер поднимает мелкую пыль, эта пыль может содержать и тяжелый металл, и все что угодно. И вот в такие дни нам здесь не рекомендовано в регионе нашем даже гулять. Очень часто в садах, кстати, детей тоже не выводят. Не знаю, по причине того, что дети могут простыть, переохладиться от резких порывов холодного ветра, либо потому что просто некомфортно находиться, либо действительно потому что не рекомендовано гулять. Сегодня же у нас вот такая погода, дождь, печаль, печаль. Я сижу целый день в свитерочке, достаточно прохладно, сыро и неуютно, поэтому мы тоже сидим дома. Единственное, что мой муж сегодня ездил в супермаркет, потому что я ему сказала, послушай, собираются ограничить даже движение общественного транспорта, что, кстати, очень-очень логично и не будет, опять же, никакой-то экстренной мерой, а будет продиктовано самой обычной логикой, и я как налогоплательщик, за то, чтобы это движение транспорта было ограничено, потому что, когда дети ходят в школу, и транспорт курсирует каждые 15 минут в промежуток обеденного времени, когда дети возвращаются со школ, либо каждые полчаса, либо каждый час, могу сказать, что в этом сейчас нет необходимости, потому что, прежде всего, старшеклассники, они не ходят в школу целую неделю, соответственно, пускать в те же самые обеденные часы автобусы каждые 15 минут нет никакого смысла. Посмотрим, будет ли ограничено движение, но если оно и будет ограничено, то будет это проистекать прежде всего, потому что все дети находятся вот на таких вынужденных каникулах. Если дети пробудут в карантине, точнее, вне посещения школы еще одну неделю, они будут наверстывать часы, которые позволят получить им аттестат года обучения в течение июня, еще одной недели июня, но пока вопрос об этом не стоит, пока потерянные часы обучения можно будет наверстать в течение года. Отменены и также до 15 марта не поменялись здесь даты все поездки образовательные детей любого возраста. И у Егоры, кстати, в этом году была запланирована поездка с классом, ежегодная поездка с классом в горы, которая, возможно, тоже не состоится. Единственное, что до конца не было понятно, когда все-таки ребята соберутся и поедут, это очень странно, но тем не менее решается в последний момент. И уже говорят об огромном ущербе, который нанес вот такой ранний запрет. Этот запрет не в этом декрете был озвучен. Вот такой запрет на все поездки образовательные детей любого возраста. Габрюшечка должен был поехать, и Данечка должен был поехать на какую-то ферму. Все это отменено. И огромные убытки уже подсчитаны просто от того, что отменили все эти поездки детей любого возраста. В принципе, новостей больше нет. Вот такое количество погибших от коронавируса. Пациент 0 до сих пор не найден. До сих пор не установлено все-таки два очага, либо один очаг коронавируса здесь в Италии. И появились новости. Выступил биолог, биолог-фирусолог, если я не ошибаюсь, с заявлением о том, что, возможно, коронавирус, который мы имеем здесь в Италии, это коронавирус, который всегда был. Именно поэтому мы не можем здесь найти пациента 0, потому что он был привнесен не из Китая, а это, скажем так, тоже ряд коронавирусов, которые всегда у нас здесь были. И вот первый симптомный случай. Человек, 38-летний мужчина, до сих пор находится в сложном, но в стабильном состоянии. Вот как раз-таки сейчас идет речь о том, что, возможно, это не тот коронавирус, который имел место, и очаг которого был изначально в Китае, вспышка которого была в Китае. Говорится также о том, что, опять же, говорить, что именно в Италии случилась вспышка, и из Италии идет вся эпидемия. Кстати, я получила ужасные комментарии. И многие зрители почему-то подумали, что я делаю паспорт для того, чтобы вернуться с детьми в Россию. Во-первых, это не так, а во-вторых, даже если это так, это мое полное право, так же, как и право моих детей, мы являемся гражданами страны Российской Федерации. Но меня удивили некоторые комментарии, которые чуть ли не желают нам всем здесь погибнуть, в нашей прекрасной солнечной Италии от коронавируса. И меня также удивили комментарии, которые, в общем-то, на самом деле показывают вот эту всю человечность, которую выявляют подобные ситуации, да, когда кто-то на самом деле готов и камень в тебя бросить. Мне описали ужасную ситуацию зрители в комментариях, которая случилась, насколько я поняла, в Украине, с автобусом к украинским гражданам, который въехал в Украину, и этот автобус я не видела, не видела съемок и не читала ничего, но кроме комментариев, мне написали, что камнями закидывали автобус, где были дети. И я поняла, что, в общем-то, в моем отношении очень многие из детей заняли такую позицию, сидив в своей теплой Италии, куда ты там когда-то приехала, нечего привозить заразу в Россию. Я вот на самом деле считаю, что самое ужасное в том, что сейчас мы имеем на данный момент от коронавируса, это даже не количество жертв, а именно то отношение людей к людям, стран к странам, которые, в общем-то, коронавирус и вся эта ситуация выявляют. Ну и, в общем-то, на самом деле, как человек, который является гражданом одной страны, живет в другой стране, наблюдает ситуацию с одной стороны изнутри, но с другой стороны, вроде бы, и все-таки является наблюдателем, я могу сказать, что мне искренне жаль Италию, потому что Италия оказалась в очень интересной позиции. Она бросила все силы, она бросила огромные средства на то, чтобы брать мазки у всех, у всех, кто мог гипотетически заразиться коронавирусом от потенциальной, скажем так, угрозы, которую нес прежде всего пациент один, который он нес. И могу сказать, что были брошены огромные бюджеты, Италия была достаточно прозрачна в своих заявлениях, и теперь Италия, а также итальянцы оказались людьми, персонами нон-грата. Повторюсь, у нас здесь в Италии все совершенно спокойно, и мой муж сегодня был в супермаркете, потому что я начала рассказывать, что побоялась, что в супермаркете переведут на какой-то особенный режим. И мы не закупались в проб, мы просто купили то, что нам нужно в текущем моменте. И могу сказать, что я у мужа-то и спросила, говорю, а как обстоят дела в супермаркете? Кассиры они в перчатках, кассиры они в масках? Нет, сказал мой муж, никто не в масках, ни посетители, ни кассиры. Кто-то может написать мне здесь в комментариях, и будьте очень осторожны, дорогие зрители, в комментариях. Я попрошу своих зрителей проявить максимум деликатности, комментируя ситуацию, которая сложилась, потому что Италия сделала все, и даже больше, чтобы предотвратить распространение вируса, диагностировать и сделать своевременный мониторинг ситуации и тому, с какой скоростью, и в каком масштабе, и в каком направлении распространяется этот вирус. А по факту, на мой взгляд, получилось так, что Италия была максимально прозрачна, максимально усердна в том, что касается мер, которые были приняты, и в итоге Италия осталась в какой-то некой изоляции. Поэтому, повторюсь, вот какой-то интересной, наверное, информации для многих у меня на данный момент нет, у нас все очень и очень спокойно. Но могу также сказать, что я вчера посмотрела на YouTube здесь ролик с какого-то информационного центрального канала, где, конечно же, меня поразил ведущий, который представлял сюжет, предвещал сюжет, объясняя какие-то вещи, комментируя какие-то вещи. Он блатин, кстати, и достаточно молодо выглядит. И у него такое лицо было, знаете, полное какой-то вот прямо-таки тревоги и так далее. Конечно же, их учат выразить тревогу в определенный момент их, то есть этих телеведущих, выразить сочувствие в определенный момент. И могу сказать, что, по крайней мере, вот этот телеведущий, он совершенно точно перебрал с тревожностью на своем лице. Он рассказывает о вещах, о которых он не знает. Он рассказывает о вещах, о которых он знает по каким-то кусочкам. Я могу вам сказать, дорогие зрители, что если бы я сейчас поехала все-таки со своей семьей в Лиде Де Езелом и в любой, на самом деле, в любой город прибрежный и сняла бы улицы пустынные и закрытые рестораны, и закрытые супермаркеты. Представляете, какой бы вау-фейк-сюжет у меня получился, если бы я его предвещала своим комментарием, если бы я его предвещала своим комментарием, посмотрите, что с моим городом сделал коронавирус. Никто бы из зрителей в России, да, наверное, и в других точках планеты, не узнал, в каком городе все-таки я это сняла. Но тем не менее, показав, допустим, сегодняшнюю газету и сняв пустынные улицы, по которым проезжает одна машина в час, закрытые рестораны и любые общественные места, я могла бы ее преподнести, так как на самом деле, на мой взгляд, как человек, который живет здесь, повторюсь, в регионе Венто, очень часто и преподносится эта информация, прежде всего, различными международными СМИ. Желаю всем хорошего настроения, не болеть, неважно чем, самое главное, действительно, сохранить здоровье и бодрость духом. Не паниковать. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.